Среди наездников бытует житейская мудрость. У лошадей есть одна особенность – они привязывают к себе человеческое сердце навсегда. И прокатившись однажды, почуявшим ветра в ушах и особый стук сердца в груди, человек понимает, как мало нужно для того, чтобы почувствовать себя счастливым. Влада Кранина и Александр Мысливчук занимаются конкуром в Брестском областном центре Олимпийского резерва по конному спорту уже не первый год. За это время они становились неоднократными призерами и победителями различного рода соревнований. Несмотря на всевозможные трудности и препятствия, девушки уверены, что в конном спорте нашли себя. Именно здесь приобрели верных друзей. Конным спортом занимаюсь около шести лет. Пришла я сюда, ну как, просто стало интересно, а потом уже затянула. Достаточно много побед есть, очень рада им. Каждая победа красиво оформлена, каждая победа висит на стене, все хорошо. Занимаюсь я три года всего, а пришла сюда чисто случайно. Меня пригласила тетя сюда, ну и я захотела в 11 лет прийти сюда. Ну и занималась так, и начала. За время существования центра здесь проходили подготовку многие, сегодня знаменитые спортсмены. Уходящий 2013-й был удачным для учреждения. Некоторые воспитанники получили звание кандидата в мастера спорта. Кто-то из них даже покорил международный испанский Олимп и вернулся на родную Брещену с наградами. Руководство центра уверено, что 2014-й будет для них удачным, ведь как-никак лошадь – талисман Нового года. Лошадь – это очень умное и доброе животное. Если вы ему не будете делать больно, он тоже не будет отвечать тем же. У каждого из них свой характер. Кто-то и больше игривый, они любят поиграть. Есть у нас, могу рассказать, такой случай. У нас есть одна в конюшне лошадь, которая любит головной убор снять, и в угол бросить, и отвернуться сразу, сделать вид, что это не она. То есть, они такие же, как… Не зря, наверное, уже несколько веков они рядом с человеком. Поэтому нет надобности, нет смысла. Наверное, не стоит бояться лошади. Ее просто нужно уважать как партнера, как друга. Как, ну, здесь они, партнер у нас, и говорят, пара – это всадник и лошадь. И от обоих зависит конечный результат. О том, что конкур – это поэзия в движении, знают не только взрослые, но и дети. Малыши приходят заниматься в центре с 10 лет. Когда видишь, с какой любовью эти ребята чистят лошадь перед выездом, балуют ее сахаром, беседуют с ней, начинаешь понимать, какими верными друзьями становятся за совсем непродолжительное время эти животные для детей. Такое плодотворное общение учит малышей настоящим человеческим качеством, таким как ответственность и честность. И уже через каких-то полгода ребята не представляют свою жизнь без этих породистых друзей. Мне очень нравятся лошади. Они очень красивые, внимательные. Ну, нравятся очень. А что нравится у тебя в лошадях? Преданность, верность или что еще? Потому что они очень красивые, ну, внимательные. Мне нравится, потому что конный спорт – это очень полезно. Для здоровья – это у тебя, вот когда у тебя будет любимая лошадка, у тебя будет как лучший друг, всегда будет, ну, потому что мне очень нравится конный спорт. Тренеры уверены, что общение с лошадьми для детей не проходит просто так. Ведь у каждого животного есть свой характер, свои привычки, впрочем, как и у человека. И не любой хороший наездник сможет оседлать породистого скакуна. Для этого предварительно педагоги проводят большую работу по подбору лошади. Она должна не просто подходить по личностным параметрам. Конный спорт – спорт двоих. И животные, и наездник должны чувствовать друг друга. Поэтому тренеры рекомендуют как начинающим наездникам, так и профессионалам постоянно беседовать со скакуном, искать точки соприкосновения. Именно тогда достигается обоюдное доверие. Именно тогда лошадь может подчиниться ребенку, который более чем в 10 раз легче животного. Каждая лошадь имеет свой характер, как и люди. И просто подбираются наездники под лошадей. Некоторые вот просто воспитывают с рождения. Где-то годик лошади исполнился маленько. И начинают просто где-то там ходить, кормить, водить где-то, обучать. И лошадь привыкает. Она же практически как собака. Постепенно привыкает, привыкает. Они уже даже по запаху чувствуют, кто в конюшню зашел. Да, уже сразу. И вот даже когда незнакомые дети заходят в денник к лошади, лошадь начинает сразу обнюхивать. А если уже периодически там заходят, где-то из тренировки в тренировку постоянно, то они уже знают, кто это. И чувствуют себя как-то так свободно, где-то нагло. Брестский областной центр Олимпийского резерва по конному спорту с радостью встречает не только своих воспитанников, но и простых обывателей, которые хотят поближе познакомиться с грациозными и породистыми животными. Несмотря на то, что каких-то ярких объявлений об этом не увидишь, посетители здесь есть всегда. Лошади – талисман 2014 года. Будем надеяться, что счастливое совпадение чисел или восточная магия подарит учебному заведению новые победы и новые совершения. А они невозможно без тепла и взаимопонимания. Ведь хозяин лошади – не тот, кто купил ее. Хозяин лошади – тот, кто завладел ее сердцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова